Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Повышение пенсий всем пенсионерам с 1 октября 2021 года. Сегодня в выпуске. На основании всех последних официальных данных ответим на вопрос о том, будут ли повышать или индексировать пенсии всем пенсионерам в следующем месяце, а именно с 1 октября 2021 года или нет. Также дополнительно напомним тем, кто регулярно спрашивает нас, кому и как уже повышали и индексировали пенсии в этом году. И сообщим последние новости, относительно повышения и индексации пенсий. Начнем с этого месяца. Итак, с 1 сентября 2021 года, пенсии всем пенсионерам повышены не были. Но в сентябре 2021 года, президент Владимир Путин подписал указ, о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей. Многие пенсионеры, уже получили данную выплату, а у некоторых, возникли с этим проблемы. Если вы по каким-то причинам, не смогли получить данную выплату, объясните свою ситуацию и задайте вопрос в комментариях, на что мы поможем вам, и подробно объясним, и сообщим, как получить выплату в отдельном выпуске. Решение по некоторым ситуациям, вы можете найти в предыдущих выпусках на нашем канале. Также ранее, президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы выше инфляции. На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсии выше инфляции. Именно так, как мы делаем это ежегодно, сказал Путин. Важно понимать, что единовременная выплата, это не повышение пенсии, а всего лишь мера борьбы с увеличившейся инфляцией. Таким образом, повышение пенсии, всем пансионерам в этом месяце, как изначально не было запланировано, так и впоследствии не произошло. Как видно, в этом месяце, в сентябре 2021 года, большинство пенсионеров, к сожалению, прибавки не получили, что на наш взгляд неправильно и несправедливо по многим причинам, о которых мы часто сообщаем в своих роликах. Мы считаем, что власти должны срочно повысить пенсии всем пенсионерам, хотя бы выше реальной инфляции в стране, как они обещали. Перед проведением пенсионной реформы, иначе данную реформу необходимо отменять. Дополнительно, важно будет сообщить о затянувшейся ситуации с восстановлением индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, что уже много лет, разные представители власти пытаются вернуть полноценную индексацию пенсий работающим пенсионерам, но это никак не получается. По последней информации, как и прежде, власти продолжают работать над этим вопросом, но решения так и нет. Почему властям так трудно дается решение вопроса, и на какую индексацию в конце концов смогут рассчитывать работающие пенсионеры, пока неизвестно. Мы считаем, что индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно вернуть как можно быстрее. Если вы согласны, то ставьте лайк и распространите это видео, для привлечения большего внимания к необходимости вернуть индексацию пенсий как можно быстрее. Тем более, ожидания пенсионеров в повышении пенсии и возврате полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам возникли не просто так, про это им говорили и обещали. Многие представители власти во время проведения пенсионной реформы и принятия поправок в Конституцию страны Мы же считаем, что власти должны увеличить процент планируемой индексации. На наш взгляд, размер повышения пенсии очень мал. На фоне пандемии, при нынешнем уровне бедности населения и таких низких реальных пенсиях, мы считаем, что такое повышение пенсий нельзя назвать достаточным, так как даже обещанное повышение пенсии на 1000 рублей После проведенной пенсионной реформы получил и еще получит далеко не каждый пенсионер, особенно если учесть реальный размер пенсий, который у многих пенсионеров меньше среднего значения. Также можно вспомнить обещание о том, что после принятия поправок в Конституцию страны работающим пенсионерам вернут полноценную индексацию пенсий, что тоже пока так и не произошло. А если учесть реальный размер инфляции в стране, то и вообще о повышении пенсий трудно говорить. Если вы согласны, что такое повышение пенсий является незначительным, то ставьте лайк и обязательно напишите свое мнение в комментариях, так как очень важно показать общественное мнение граждан на такое повышение пенсий. Далее сообщим о том, будут ли, и если да, то кому и как повышать и индексировать пенсии в следующем месяце, а также напомним тем, кто нас спрашивал об этом, информацию относительно повышения пенсии в предыдущих месяцах этого года. Начнем с начала года. Так с 1 января этого 2021 года, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,3%, что как заверяют по официальным данным, выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. Хотя многие пенсионеры сообщают, что реальная инфляция намного выше. Поэтому просим написать ваше мнение, о том, насколько повышение пенсии, обгоняет инфляцию или все наоборот. Также, по официальным данным, в результате индексации, страховая пенсия по старости, большинство неработающих пенсионеров, увеличивается не меньше, чем на 1000 рублей в месяц, а ее средний размер, до 17 536 рублей. У каждого пенсионера, прибавка в результате индексации, индивидуально, и зависит от размера получаемой пенсии. Насколько это соответствует действительности, также просим написать в комментариях. Одновременно с выплатами действующим пенсионерам, в новом году, повысили и пенсионные права, будущих пенсионеров. Это произошло через увеличение на 6,3% стоимости пенсионного балла, и фиксированные выплаты, исходя из которых, складывается страховая пенсия. Стоимость балла в январе, повысилась с 93 рублей, до 98 рублей 86 копеек, размер фиксированной выплаты, с 5686 рублей 25 копеек, до 6044 рублей 48 копеек. В феврале этого года, увеличили социальные выплаты, предоставляемые пенсионным фондом России. На 4,9% проиндексировали ежемесячную денежную выплату, ЕДФ, которую получают россияне, пользующиеся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, герои Советского Союза и России, герои социалистического труда, и некоторые другие граждане. Размер индексации, был определен исходя из уровня инфляции за 2020 год. На 4,9% также проиндексировали входящий в состав ЕДФ, набор социальных услуг. По закону, он положен всем, кто получает ЕДФ, и предоставляется услугами, либо деньгами. Стоимость набора, с февраля увеличили, и он составил 1211 рублей и 66 копеек в месяц. Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов, денежный эквивалент, 933 рубля и 25 копеек в месяц, путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, денежный эквивалент, 144 рубля и 37 копеек в месяц, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, денежный эквивалент, 134 рубля и 4 копейки в месяц. Помимо этого, в феврале, увеличили пособие на погребение, которое пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер составил 6424 рубля и 98 копеек. С 1 апреля, пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексировали на 3,4%, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Повышение затронуло пенсионеров, включая получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности и по потере кормильца. Одновременно с социальными проиндексировали пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком жителям блокадного Ленинграда, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, космонавтов и работников летно-испытательного состава, некоторых других граждан. В зависимости от вида пенсии, прибавка в результате индексации в среднем составила всего от 270 до 514 рублей в месяц, что очень мало. Средний размер социальной пенсии, после индексации, составил около 10 200 рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам повысилась в среднем до 15 000 рублей. Социальная пенсия инвалидам с детства первой группы, до 15 160 рублей. Выплаты участников Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному обеспечению, выросли в среднем до 42 000 рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличилась в среднем до 32 900 рублей. С 1 мая, пересчитана пенсия бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. За вредные и тяжелые условия труда, им предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости. По информации Пенсионного фонда России, размер доплат рассчитывается по специальной формуле. И он зависит сразу от нескольких показателей, от суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пеней и штрафов, фактически поступивших в бюджет Пенсионного фонда России, в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров. Корректировка доплат к пенсиям происходит 4 раза в год, то есть фактически поквартально. При ежу квартальной корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от суммы взносов, по дополнительным тарифам, которые делают работодатели. Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере, с учетом его среднемесячного заработка, и продолжительности специального стажа. Также учитывается и среднемесячный размер заработной платы в России. В среднем ежемесячная доплата летчикам по стране составляет чуть более 7000 рублей, а шахтерам – около 4000 рублей. Доплату назначают после выхода работников на заслуженный отдых. С 1 июля 2021 года повысили выплаты тем пенсионерам, кто оформил договор опеки. Опекунов пожилого возраста отныне не будут приравнивать к работающим пенсионерам. С 1 августа 2021 года повысили пенсии работающим пенсионерам, а также накопительные пенсии. С 1 августа был произведен перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Он проводится ежегодно. Перерасчет был сделан для тех людей, которые трудились в 2020 году. Причем официально. Изменение размера пенсии происходит за счет того, что человек получает заработок или иные доходы, с которых уплачены страховые взносы. Размер прибавки зависит от заработной платы пенсионера. Чем больше доход, тем больше она будет. Перерасчет происходит за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, который определяется за год с учетом отчислений страховых взносов ПФР. Никаких заявлений подавать не надо. Пенсионный фонд все делает самостоятельно. Размер прибавки ограничен. Установлены максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента, которые учитываются ПФР при беззаявительном перерасчете страховой пенсии. Так, до 2022 года при перерасчете страховой пенсии применяются максимальные значения ИПК, так называемых баллов, равные 3. Если пенсионер трудоустроен неофициально, то никакого увеличения пенсии у него не будет. С 1 августа также были повышены накопительные пенсии и срочная пенсионная выплата. Теперь перейдем к последним данным относительно повышения пенсии в следующем месяце. На данный момент, по официальным данным, можно говорить о том, что полноценного повышения пенсии всем пенсионерам с 1 октября 2021 года не запланировано, но ситуация может измениться, так как впервые за последние годы пенсии в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, не выросли, а упали, и что еще более важно, продолжают уменьшиться. К примеру, напомним, что пенсии работающим пенсионерам в предыдущем месяце повысили максимум на 3 пенсионных балла, что не превысило даже 300 рублей, а большинство получило прибавку куда меньше. В этом же месяце повышения пенсии вовсе не было, а единовременная выплата – это не повышение пенсии, а всего лишь мера борьбы с увеличившейся инфляцией, которая к тому же продолжает увеличиваться. Просим вас, напишите насколько реально выросла ваша пенсия в этом месяце, и в целом в этом году. Это будет очень важно для понимания ситуации. А вместе с тем, в России, и это по официальным данным, с нарастающей скоростью падает покупательная способность пенсий, сообщается в докладе Росстата, социально-экономическое положение России. Данный документ Центробанком России применяет при анализе инфляционных процессов и кризисных явлений в российской экономике. В частности, покупательная способность пенсий падает по базовым продовольственным товарам и лекарствам. Так, согласно докладу, в номинальном выражении за год пенсии россиян выросли на 5,6%, но ускорение инфляции повлекло падение социальных выплат в реальном выражении. Таким образом, в июне пенсии упали на 0,8%, в мае спад составил 0,5%, в апреле – 0,1%, в марте – 0,2%, в феврале – 0,1%. При этом продукты питания в июне подорожали на 8,7%, а медикаменты стали дороже на 7,6% за последние полгода. Это дает спад в 2%, в пересчете на покупательную способность. Таким образом, реальный размер пенсий сократился на 3,1% и продолжает сокращаться. И это несмотря на то, что власти обещали рост пенсий, выше инфляции. Важно понимать, что покупательная способность пенсий упала даже по официальным данным, а в реальности ситуация еще хуже. Просим вас, напишите, насколько реально упала покупательная способность вашей пенсии. Мы считаем, что власти должны срочно повысить пенсии, хотя бы выше реальной инфляции в стране, как они обещали, перед проведением пенсионной реформы. Иначе данную реформу необходимо отменять. Но конечно же намного лучше, было бы если пенсии были бы повышены значительно выше инфляции и доведены до достойного уровня, чтобы люди увидели, что пенсионный возраст был повышен не просто так, а действительно во благо пенсионерам. Хотя, по нашему мнению, в связи со всеми последними событиями, пенсионный возраст необходимо вернуть в прежнее значение, а пенсии значительно повысить. Если вы согласны с нами, то ставьте лайк и распространите это видео, чтобы как можно больше граждан узнали о такой необходимости и поддержали нашу идею. Так как, только с привлечением большего количества граждан, можно донести свою позицию до представителей власти. Также, обязательно пишите свои предложения по решению данной проблемы, и ваше мнение, на сложившуюся ситуацию и оценку пенсионной реформы. Дополнительно важно будет предостеречь всех россиян, а особенно пенсионеров. Пользуясь большим интересом всех россиян, особенно пенсионеров, вопросом повышения пенсии в следующем месяце, в последнее время активизировались мошенники, так, сейчас встречается следующий вид мошенничества, направленный в первую очередь на пожилых людей и пенсионеров. В интернете, по социальным сетям и другим сайтам, гуляют сообщения, примерно следующего содержания, срочное заявление для россиян. Президент Владимир Путин сообщил, что в сентябре пенсии россиян повысится до 21 805 рублей, или президент Владимир Путин сообщил, о новой выплате для всех пенсионеров в размере 30 000 рублей. Также существует такой вариант, срочное распоряжение. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ, по которому, каждый пенсионер получит 15 740 рублей. Привлекать на мошеннические сайты, могут и с Ютуба, но чаще всего это происходит на других сайтах. При этом, суммы могут быть абсолютно разные, как и причины выплат или компенсаций, но как правило мошенничество, нацелено на людей в возрасте, и пенсионеров. Пользователям предлагается перейти на сайт, с этой как правило лживой информацией, а уже с которого, на другие, зачастую мошеннические сайты, на которых и можно разнообразными способами, потерять деньги. Завладеть вашими деньгами, могут разными способами. Например, вас перенаправят якобы на сайт агентства по социальным выплатам, названия могут варьироваться, и попросят всего-то ввести там номер СНИЛС, страховой номер индивидуального лицевого счета. Для пущей убедительности, объявления снабжены скриншотом выпуска новостей, федерального телеканала, где ведущий рассказывает о СНИЛС. А еще отзывы соотечественников, якобы уже получивших эту выплату. Но, после перехода по ссылке, и ввода с НИЛС, открывается раздел с выплатами, якобы положенными гражданину. Внизу, большая яркая кнопка «Получить деньги». Вот только если нажать на нее, выплату или компенсацию не получишь. Для начала нужно заплатить самому, плата якобы необходима, для доступа к базам данных. Цена вопроса от 50 до 500 рублей, не очень много. Особенно если думать, что совсем скоро, получишь компенсацию или выплату. Граждане переводят деньги, но никакого доступа к базам данных, и тем более выплат от государства, не получают. Поэтому, будьте внимательны, чтобы не стать жертвой мошенников. Если у вас есть вопросы, связанные с пенсиями, вы можете бесплатно, задать их в комментариях к видео, или на нашем сайте, а после, мы бесплатно ответим в отдельном выпуске. Будьте бдительны, и знайте, что сейчас существует подобный вид мошенничества, направленный в первую очередь, на пожилых людей и пенсионеров, а чтобы не попасться на подобное мошенничество, и предотвратить обман других пенсионеров. Просим поставить лайк этому выпуску, написать любой комментарий, а лучше несколько комментариев, и распространите это видео, чтобы об этом узнало, как можно больше людей. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами, и самое главное – подпишитесь на блок юридической помощи.